Сегодня мы с вами рассмотрим процесс родов, но мы его рассмотрим не как творческий процесс, хотя это на самом деле очень творческий, очень разнообразный процесс, то есть каждая женщина индивидуальна, все роды абсолютно индивидуальны, но для экзамена нужно знать какие-то основные вещи, базовые, и я постаралась их как бы систематизировать и изложить четко, с тем, чтобы знать, как решать какие-то определенные задачи. Первое, что необходимо знать, это этапы родов. Их основных три. Первое раскрытие, второе изгнание, третье отделение плаценты. Что такое раскрытие? Мы видим здесь на картинке шейку матки. На данный момент она не раскрыта, то есть женщина к родам не готова. При такой шейке никаких родов быть не может, естественно. Когда акушеры используют термин сглаживание и раскрытие, они имеют в виду. Первое, сглаживание. Это вот этот холмик под действием сокращения стенок матки, он должен сгладиться, как бы растянуться. И, соответственно, то узкое отверстие, которое в нем есть, оно должно стать достаточно широким, чтобы через него прошел ребенок. То есть порядка 10 сантиметров. Итак, сглаживание – это укорачивание шейки матки, а раскрытие – это увеличение вот этого отверстия. Все это акушеры делают пальпаторно, то есть кладут женщину на кресло, запускают руку, общупывают и, в общем-то, примерно определяют, какое там раскрытие. Вот это раскрытие можно разделить на два этапа или на две фазы, которые первые считаются латентной фазой, когда женщина чаще всего испытывает какие-то безболезненные сокращения матки. И в этот момент как раз происходит сглаживание шейки, порядка на половину, да, и происходит раскрытие на 4 сантиметра. И вот это раскрытие на 4 сантиметра нужно запомнить. То есть это та математическая величина, которая вам позволяет как бы судить, вступила в женщину в роды или нет, оставлять ее здесь или нет. Еще на ваше решение оставить женщину в госпитале или нет может повлиять сама активность матки. Если схватки, это так называемая активная фаза, когда схватки становятся довольно болезненными, и сама схватка длится не менее 20 секунд, а интервалы между схватками укорачиваются до 5 минут, вот тут есть риск, что она как раз произойдет излитие околоплодных вод. Почему это происходит? Потому что голова ребенка прижимается, и вот как раз лопается мембрана, да, и, собственно, происходит излитие околоплодных вод, что и стимулирует, в свою очередь, процесс рождения. И тоже можно математически запомнить, что вот эта вторая фаза, она включает в себя раскрытие с 4 сантиметров до 10 сантиметров. Хорошо. Дальше происходит изгнание. Изгнание мы посмотрим более подробно, то есть это непосредственно сам процесс родов, изгнание плода, его так называют по-научному. Ну, это здесь вот по-английски его предлагают, да, 6 стадий на самом деле, мы выделяем 7, и их нужно будет тоже знать. И последняя стадия, это когда ребенок уже рожден, но плацента, да, которой он питался, она все еще находится внутри женщины. В принципе, этот процесс уже, конечно же, не такой болезненный, не такой длительный. Происходит отделение плаценты и ее рождение. И вот в эту фазу как раз рекомендуется использовать окситоцин. Зачем? Он снижает количество, процент кровотечений. То есть он способствует сокращению матки и укорачивает вот этот третий, последний период, что нам, собственно, и нужно. Я знаю, что в некоторых странах там производят стимулирование, рекомендуется, то там какой-то массаж матки на кулаке и так далее, и тому подобное в некоторых ситуациях. Но на самом деле вот золотой стандарт, то, что вам нужно запомнить сейчас для экзамена, это окситоцин. Итак, 3 этапа родов. Первое, собственно, должно все раскрыться и подготовиться для того, чтобы изгнать плод, в котором выделяют 2 этапа. Первый латентный, второй активный. Конечно, в жизни все не так, да, и женщины бывают, чувствуют раньше схватки, и они бывают болезненные, и так далее, и тому подобное. Но для экзамена математически нужно знать. Первое, это раскрытие на 4 сантиметра. Если раскрытие до 4 сантиметров, и схватки нас, мы не видим вот этих вот схваток с определенной периодичностью, да, напомню, что это не менее 20 секунд длительность самой схватки, и интервал между схватками до 5 минут должен быть, да, то есть, может быть, меньше, тогда мы женщину оставляем в госпитале. Если же, собственно, этого не происходит, то, в принципе, можно отправить домой, сказав, что это все тренировочные схватки. Второй этап изгнания, и третий этап отделения плаценты, когда мы можем использовать, когда рекомендуется использовать окситоцин. Теперь вот сам вот этот этап изгнания. Что это такое? Там нам очень важно знать механизм родов. Иногда встречаются теоретические вопросы, да, по этой теме. Значит, нужно понимать, что ребенок далеко не всегда находится в нужном положении. Есть, когда он там наоборот, попой книзу, и само положение ребенка, да, то есть, он может быть лицом, подбородком, затылком и так далее. То есть, положений много разных. Но 95% детей все-таки лежит в нужной позе, головой вниз и, собственно, макушечкой. И данный механизм родов, который мы сейчас рассмотрим, это представлен для классики. То есть, то, что будет происходить с ребенком по классике, жанру. Мы помним, что у женщины есть таз, и есть определенное отверстие, куда, собственно, этот ребенок должен пройти. И весь процесс родов, собственно, представляет собой сложность протиснуть ребенка вот в этот довольно узкий родовой канал. Поэтому и разделяют этапы, то есть, это самый длинный, самый сложный, скажем, для женщины этап рождения ребенка. И здесь есть вот эти вот 7 пунктов. Значит, что происходит первое? Сначала так называемое, ну, по-русски его называют, вставление. В иностранной литературе я видела термин, так называемое, снижение. Значит, это тогда, когда плод опускается за счет сокращения матки, да, то есть матка, она сокращается, дно матки в основном, оно начинает толкать, да, этого самого ребенка вниз. А шейка матки раскрывается за счет, опять же, этих же сокращений. Подталкивает ребенка вниз, происходит прижимание головки к родовому каналу. То есть, у нас вот здесь вот есть определенное узкое пространство, мы видим, да, между лобковым симфизом и между выступом, да. Хорошо. Туда нам и нужно этого ребенка протиснуть. Хорошо. Мы вот туда пытаемся протиснуть. Вы видите положение головки, если это как бы смотреть, да, вот со стороны акушера. Мы, акушеры очень часто общупывают ребенка, ищут там роднички, то есть смотрят, как расположена головка и вообще каким, как он идет и так далее, и тому подобное. То есть, именно это они, именно для этого здесь расположена вот эта вот кардиночка с родничками, чтобы мы поняли, что же там ищет этот акушер. Акушер ищет родничок. И как лежит ребенок. Хорошо. Происходит некое поддавливание ребенка к тому, чтобы его изгнать. Вот этот второй момент, или его называют в России продвижение, или его еще называют аккомодация. Что происходит? У ребенка довольно мягкая, податливая головка. Значит, его головка адаптируется под узкий проход, через который ему нужно протиснуться. Именно для этого у него существуют вот эти незаросшие роднички. Именно поэтому у него такие мягкие косточки. И именно поэтому мы боимся родов, которые переношенные, да. Почему стимулируют после 42-й недели? Обязательно. Потому что происходит как бы окостевневание, происходит взращение родничков. Ну, оно, конечно, не полное, но все равно подвижность костей черепа довольно сильно снижается. И за счет этого ребенок не может нормально как бы свою головку приспособить в этот узкий проход. И поэтому затрудняется, собственно, протискивание ребенка по родовым путям. И затрудняет вообще весь процесс вплоть до негативных результатов. Третий момент. Это флексия. Здесь, к сожалению, вот этот момент аккомодации не нарисован, но вы, в принципе, понимаете, да, что головка должна подвинуться к этим костям и должна принять определенную форму. Следующий момент. Это флексия. Флексия имеется в виду, что ребенок за счет того, что матка на него давит, а ему-то уже как бы здесь протискиваться тяжело, он, получается, прижимает голову, то есть свой подбородок к груди. Вот это и есть флексия. Флексия головки. Это так называется этот этап. И здесь вы видите звездочку. Я хотела сразу разобрать, что же такое... Ну, есть определенный сложный момент. На экзамене спрашивают, когда невозможно рождение вот обычным путем. Значит, есть всего одно положение ребенка, когда именно головкой вниз, если он лежит, когда роды невозможно. Это когда он лежит... Я так попыталась нарисовать, конечно, я извиняюсь за свой рисунок, но все-таки. Значит, когда ребенок лежит, лицевое у него предлежание, и подбородком он находится кзади, то есть к копчику матери, грубо говоря. Что происходит? В тот момент, когда у него, по идее, должна произойти флексия, то есть он упирается в пубис, да, и по идее он должен согнуть головку, но у него не затылком он лежит, а лицом. Что происходит? У него проскальзывает подбородок вперед. И в следующий момент, просто-напросто, ему дальше уже некуда сгибать свою голову. Она максимально согнута. И в результате он не может пройти через родовой канал. То есть у него лицо, и дальше никакая биомеханика его суставов, да, его шеи не позволит ему пройти в этот родовой канал. Поэтому это единственное положение, когда рождение ребенка через нормальный, да, не через кесарево, да, а через нормальный родовой канал невозможно. Причем обратите внимание, если ребенок будет лежать наоборот, например, подбородком вверх, да, то он упрется сюда подбородком, и, по сути, сюда пойдет затылок, а ребенок совершит как раз вот эту, ну, грубо говоря, флексию, да, он просто ее в обратном направлении совершит. То есть, я вот тут еще картиночку нашла, посмотрите, как нарисован ребенок, видите, какие у него тут складочки, то есть ему просто элементарно больше некуда свою голову запрокинуть. И именно поэтому он застревает в родовых путях, и рождение невозможно. Значит, так как на экзамене вот эту всю биомеханику, может быть, тяжело вспомнить, поэтому вы должны запомнить две такие картиночки. Значит, когда, если со стороны акушера вы смотрите на женщину, да, в ее стандартном положении, и вы видите вот такой портретик, да, то есть подбородок вниз, роды невозможны. Если подбородок будет вверх, то роды, в принципе, возможны. Это просто для экзамена вам. А биомеханику я постаралась вроде как-то объяснить. Хорошо. Дальше происходит, после того, как ребенок согнул свою головку, вы видите, что происходит некоторое поворачивание плода. Почему? Потому что ребенок на самом деле идет не прямо, а он как бы ввинчивается в родовые пути, в родовой канал. Он идет немножечко по спирали. Это как бы естественно, это естественный процесс, если учесть все как бы органы, которые там расположены, да, соответственно, будет происходить поворот головки. Причем он считается внутренним, потому что будет потом еще один поворот головки, но тогда, когда она выйдет. То есть на данном этапе происходит поворот головки внутри, внутри родового тракта, да, родового канала. И вы видите здесь картиночку, то есть во время флексии мы видели, как куда смотрит родничок, и посмотрите, куда он смотрит теперь, да, то есть это момент вращения. Хорошо. Следующий момент. Ребенок упирается затылком, по сути, в пубис, матка продолжает его толкать, и происходит разгибание. Разгибание чего? Разгибание головки, по сути. И как раз момент родов. То есть вот это вот самый такой интересный момент, когда головка начинает, да, выходить наружу. Хорошо. Когда головка вышла, происходит наружный, внешний поворот головки, и затем появляется переднее плечико, потом заднее плечико, и уже весь ребенок. Значит, на экзамене нужно знать вот эти этапы, и я предлагаю более такую коротенькую схемку. Это я все объясняла, значит, как нужно запомнить. На самом деле ничего такого сложного нет. Первое. Вставление. Вставление, то есть мы прижимаем ребенка к двум костям. Второе. Акомодация ребенок, как бы приспосабливает свою голову к этому каналу. А потом легко, смотрите, сгибание, поворот, разгибание, поворот. То есть сгибает головку внутренний поворот, разгибает головку, и в этот момент она рождается, да, и уже совершается внешний поворот. Сгибание, рефлексия, внутренний поворот, разгибание, рождение, и уже, соответственно, внешний поворот. Ну, а дальше выход. Выход в смысле появления, как вы видите здесь, довольно просто появляется верхнее плечико, переднее его называют, и, наконец, заднее плечико. Итак, вставление, аккомодация, сгибание, поворот, разгибание, поворот, выход. Все. Больше нам здесь ничего знать особо не надо. И нам нужно знать некоторые моменты, которые касаются родового канала, потому что могут быть вопросы касательно инструментального вспоможения родов. Чтобы знать, когда можно применить инструменты, нужно знать, на какие части делится родовой канал. Значит, его делят, первое, вот эти вот четыре линии, всего лишь нужно знать. Первая линия проходит по верхнему краю лобкового симфиза, вторая линия по нижнему краю лобкового симфиза, потом идет вот эта спина эсхиадика, это между вырезами, вот этот вот выступ. И последнее, это верхушка копчик. И нужно знать, еще в иностранной литературе его называют походжу, то есть первый, второй, третий план, третий, четвертый план. Вот эта первая линия, это будет, соответственно, ходж один, вторая, это ходж два, и так далее. И здесь вот красным цветом я обвела ходж три, ходж четыре, это тогда, когда мы, собственно, можем использовать какие-то инструменты вспомогательные. Почему так? Потому что вы можете здесь видеть, и это, кстати, вот для российских экзаменов это довольно важно, очень часто спрашивают коньюгата вера и, собственно, прямой выход, прямой размер выхода из таза. Значит, коньюгата вера, это плоскость входа в малый таз, она составляет 11 сантиметров, да, между промонториумом и пубисом. Соответственно, здесь у нас 11 сантиметров. И самый маленький размер, размер считается, выход из малого таза, но нужно помнить, что копчик, он все-таки подвижный, и поэтому он хоть и составляет там 9 сантиметров, 9 с половиной, но на самом деле, в зависимости от подвижности копчика, может там и растянуться 11 с половиной сантиметра. И мы вот сюда никуда проникнуть особо не можем. Здесь очень узко. Это чтобы вам запомнить. То есть, соответственно, когда ребенок проходит первую и вторую линии по ходжу, да, посмотрите, вторая линия, это нижний край лобкового симфиза. Здесь довольно узкое пространство, здесь мы ничего особо сделать не можем. И, собственно, здесь мы не можем использовать инструменты. И вот когда ребенок уже здесь появляется, и шейка раскрыта, и мы можем что-то хотя бы вставить, то мы можем использовать либо щипцы, либо вакуум, к примеру. Щипцы это вот такая вот штукенция, вакуум это вот как присоска. Ну, нужно понимать, конечно, что не всегда это возможно, зависит опять же от положения ребенка. И еще есть определенные противопоказания, например, к тому же вакууму, что нельзя делать детям, если они недоношены менее 34 недель. Потому что у них более, соответственно, податливые кости, более податливые сосуды, и мы можем спровоцировать такую гематому, которая потом повлияет на его, соответственно, развитие. Поэтому с этим осторожнее. И нужно понимать, да, что если у нас ребенок проходит определенную какую-то линию, то мы уже не можем выполнить Кесарева. То есть ребенок находится к выходу, и если в этот момент с женщиной что-то происходит, не знаю, там, разрыв какого-то старого шва, может быть, женщина потуги у нее прекращается, устала, потеряла сознание, все что угодно, да, вот тогда мы начинаем прибегать к какому-то инструментальному вспоможению. Никаких вот прямых показаний, на самом деле, к инструментальному вспоможению не существует ни в одной стране. Это все решается индивидуально, в зависимости от процесса родов. Ну, собственно, вот и все. Продолжение следует...